Приветствую вас, уважаемые телезрители, пользователи YouTube-канала, братья и сестры, друзья. Духовная жизнь – это жизнь в молитве. И мы знаем, что центром молитвы является сам Бог. Во время молитвы нельзя сосредоточиться ни на чем меньшем, чем Бог, но и Бога не следует просто пытаться воображать. Всякий созданный нами образ Бога будет не более чем идолом. Богу нужно поэтому просто предстоять, предстоять в глубинах сердца, узнавая его таким, каким он нам открывается. Мы вновь продолжаем беседу о молитве Господней. И если вы помните, то за радостным, торжественным и любовным обращением Отче наш и Жиеси на небесе, следует первое прошение. И оно звучит так. Досветится имя Твое. О чем же молимся мы, чего просим, чего хотим, произнося эти слова? Что значит светить имя Божие? Меня не покидает убеждение, увы, убеждение в том, что большинство нас, верующих, говоря это, попросту не задумываются об этих словах. Что же касается неверующих в Бога людей, то они, наверное, только лишний раз пожимают плечами на это непонятное и таинственное словосочетание «досветится имя Твое». Святым, священным из глубокой древности издревле называл человек то, что он признавал стоящим над собой, как высшую ценность, требующую почитания, признания, восхищения, благодарности. Но вместе с тем и притягивающим к себе, вызывающим стремление к обладанию и близости, мы сегодня говорим о священном чувстве Родины, о священной любви к родителям, о священном трепете перед красотой, совершенством, прекрасным. Священное – это, следовательно, высокое, чистое, требующее напряжения всего самого лучшего, лучших чувств, лучших стремлений, лучших надежд в человеке. И особенность того, что мы называем священным, как раз в том и заключается, что оно требует от нас внутреннего признания самоочевидным, свободным требованиям. Не только просто признания, но и действий, но и жизни согласным с этим признанием. Признание того, что дважды два – четыре, или того, что вода закипает при такой-то температуре, не делает нас ни лучше, ни хуже. В таком признании сходятся, простите, и праведники, и негодяи, и глупые, и умные, исключительный человек и посредственность. Но вот если открылось нам священное в виде будто красоты, будь то нравственного совершенства, будь то глубинной интуиции в сущности мира и жизни, открытие – это немедленно чего-то требует от нас, чего-то что-то совершает в нас, куда-то нас зовет, обязывает, влечет. Об этом так прекрасно и вместе так просто писал Александр Сергеевич Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Я помню чудное мгновение». Поэт забыл видение, порыв бур мятежных, рассел, рассеяв прежние мечты. Но вот, пишет Пушкин, в душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Здесь описывается опыт священного как красоты. Этот опыт меняет всю жизнь, наполняет ее, как говорит Пушкин, и смыслом, и вдохновением, и радостью, и божеством. Примерно так и религиозный опыт есть опыт священного в его самом чистом виде. Каждый, кому так или иначе дан этот опыт, знает, что он пронизывает всю жизнь, требует изменения и внутреннего преображения. Но каждый из нас знает также и то, что стремление – это наталкивается на инертность, слабость, мелочность нашего существа, и, прежде всего, на тот почти инстинктивный испуг человека перед священным, то есть возвышенным, чистым и божественным. Испуг, о котором мной говорилось в прошлой нашей передаче. Сердце и душа как будто ранены этим священным. В них зажигается вдохновение. Это стремление сделать всю жизнь сообразной с ним. Но вот, как говорит апостол Павел в его послании к римлянам, в 7 главе 23 стих, находим мы в себе закон, противоборствующий этому стремлению. Досветится имя твое. Это вопль человека, увидевшего и познавшего Бога и знающего, что только здесь, в этом видении, в этом знании, и подлинная жизнь, и подлинное вдохновение, и подлинное счастье. Досветится имя твое. Пусть все в мире, прежде всего, моя жизнь, мои дела, мои мысли, будут отражением этого священного и небесного имени, которое открылось и даровано нам. Пусть станет снова жизнь восхождением к свету, трепетом, хвалой, силой добра. Пусть наполнено будет все божественным смыслом и божественной любовью. Досветится имя твое. Это также и вопль о помощи в этом трудном подвиге восхождения и преображения, так как со всех сторон обнимают нас и в нас самих одолевают тьма, злоба, мелочность, поверхность, суета. За каждым взлетом следует падение, за каждым усилием такой припадок слабости и уныния, как горестно сказал когда-то Тютчев, жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Опыт священного – это таинственное прикосновение мирами иным, это мимолетное видение чистой красоты. И этот опыт священного не легче, а труднее делает жизнь. И подчас завидовать начинаешь людям, просто и бодро живущим, погруженным и в суету, и в мелочи жизни, без всякой внутренней борьбы. Однако только в этой борьбе, в этом духовном подвиге исполняет человек по-настоящему свое высокое призвание. Только тут, в этом усилии, в этих подъемах и падениях, может почувствовать себя человеком. И вот обо всем этом первое прошение молитвы Господней, такое короткое, такое одновременно и радостное, и трудное. «Досветится имя Твое». Все лучшее во мне не только произносит эти слова, но и подлинно живет ими. Все во мне хочет новой жизни, жизни, которая светилась бы и горела, как священное пламя, сжигая всю нечистоту, все недостойное данного мне виденье, тянущее меня вниз. И невольно восклицаешь, погружаясь в понимание этой фразы, этого прошения. «Досветится имя Твое». Боже мой! Но как трудно это прошение! Какое бремя возложил на нас Христос, оставив Его нам, открыв нам, что в Нем единственное, достойное и потому наипервейшая молитва наша к Богу. Как редко мы произносим эти слова, сознавая все это. И все-таки хорошо, что милостью Божией повторяем их снова и снова. Знаете, наверное, только пока звучит в мире это «досветится имя Твое», пока не забыты эти слова, не может окончательно расчеловечиться человек, не может до конца изменить тому, к чему призван, и для чего создал его Бог. «Досветится имя Твое». Субтитры создавал DimaTorzok, «Досвета»» «Досвета» Продолжение следует...